Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы проходим Житие Святых во Святи Библии, рассматривая, чтобы все видели это открытым оком. По хоме Великий, 15 мая, по определенным вопросам и ответам. Один иных проводил много ночей в непрерывном молитвенном бодрствовании, услаждаясь надеждой заслужить особое уважение от людей. По хоме убеждал его изменить образ жизни и говорил, чтобы он ходил в трапезу, когда призываются туда братья, и вкушал с ними пищу, только не до полного насыщения, чтобы совершал такое количество молитв, какое назначено всем инокам, чтобы по выходе из кели был ко всем любезен и не казался мрачным. Но это невозможно, считает старобрядцы, как они могут это не видеть? Не казался мрачным? Конечно, не следует покидать и своих подвигов, так как это было бы угождением сатане. Но надо бы на все делать ради Бога, не давая дьяволу место в сердце своем. Когда этот инок продолжал действовать, по-прежнему опасаясь, как бы не показаться братьям слабым и жалким, по хоме опять настойчиво советовал ему ослабить свои подвиги. Много раз напоминал тщеславному иноку свои прежние наставления и наконец сказал ему, что он дойдет до состояния безумия, если будет упорствовать в своем пристрастии к внешним подвигам, ради уважения от других-то, а не ради умерщвения страстей. Но монах делал по-своему, и предсказание похоимого исполнилось. Тщеславный монах, более и более надмиваясь гордостью по причине своего наружного благочестия, дошел до безумия, до самозабвения. Он готов был даже убить святого Федора, когда Ава послала его отвлечь этого вынока от его тщеславной и Богу неугодной молитвы. К счастью, руки его, протянутые с обрубком дерева, онемели, и он только неистово кричал на Федора и называл его врагом Божьим. Долго он был в таком жалком состоянии. Какие случаи бывают? Вопрос. 2122-й. Если Господь в Евангелии дает повеление не убивать, спрятать мечи, любить врагов, то почему жития прославляет воинов, христиан, что более безусловно является примером для подражания, чем кроткий Христос? Ответ. Потому что так попы научили, и эти мнимо верующие шли на службу императорам-гонителям. Лишь бы жертву идолам не приносить, а служить кровавому режиму и быть в его армии, это считалось нормальным явлением. Христово учение об отношении к врагам было недоступно пониманию. Носили кресты на себе, потом на знаменах, и также убивали того, на кого покажет монарший жезл. Вот захватнические войны вели, вот Георгий Победоносец, он в армии захватчика служил. Уходили белые из России, еще с собой разные святыни брали, еще надеялись, но приговор уже вступил в силу и будет их преследовать гнев Божий. Надеялись вернуться победителями. Разве никто не мог сопоставить происшедшее с подобным из жизни Давида и сказать так же, 2 Царств 15-22, «Возврати к общей Божий в город, и пусть он стоит на своем месте. Если я обрету милость перед очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилища его». Хвалили своей одегитрией и всегда подтверждали, что заседание было в ее присутствии. И сколько же было там того, в чем потом приходилось горько раскаиваться. И никакое присутствие не поможет нам, если мы не отречемся от самих себя и не дадим вместо Духу Божию действовать в нас через Слово Его. Агапит, исповедник, 18 февраля. Император Ликиний, узнав о том, что преподобный Агапит обладает большой телесной силой, повелел взять его из обители и против его воли определил число своих воинов. Исполняя обязанности военной службы, преподобный не оставлял и иноческих подвигов. Продолжал служить. Вопрос 2123. Есть изречение. Если враг не сдается, его уничтожают. Поддерживали ли это святые? Это горький, Максим сказал. Ответ. Хотя бы кто-то и поддерживал, но мы будем перед Богом отвечать потому, что требует от нас Слово Божие. А оно в Новом Завете учится совершенно по-другому, чем этот горьковский афоризм гонителей христианства. Матфея 5, 44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. 2 Тимофея 2, 25-26. Когда христианство стало государственной религией, они тут же прибегли ко всем языческим методам уничтожения своих противников. В Греции среди православных императоров шла рубка постоянно. Калечили друг друга и любого, кто казался претендентом. Выродки от царя Ирода. Если были сыновья, их кастрировали всех. Но есть прекрасные моменты, когда силы и духовные власти, святости, авторитета усмиряли даже внешних врагов. Вот этого и нужно держаться, а не плотского оружия. Эфицианам 6, 12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Лев Катанский, 20 февраля. В то время лютый мучитель Атилла, предводитель гуннов, называвшийся Бечом Божиим, завоевал много стран. Пришел в Италию, намереваясь ее опустошить огнем и мечом. Видя, что никто не может сопротивляться грозному завоевателю, папа Левый обратился с прилежной молитвой к Богу. И, наложив на себя пост, призывая на помощь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, со слезами умолял Господа, чтобы он защитил своих рабов от свирепого врага. В очерпнувшем молитве мужество и твердость, святой Лев решил отправиться к мучителю, чтобы утишить его гнев и прекратить его ярость, готовый в случае нужды даже положить душу за овец своих. Мудрыми, сладкоглаголевыми и боговдохновенными словами беседовал с Атилла и превратил его из лютого волка в кроткую овцу. Грозный неукротимый воитель смиренно и мягко внимал словам угодника Божия, удивляясь его архиерейскому величию и ужасаясь перед святостью с честного лица его. Исполнив все пожелания святого льва, грозный Атилла отошел от предела в Италии в свои земли. Воеводы Атилла немало удивлялись, как лев мог так скоро и так необычно сделать Атиллу и столь лютого князя, столь кротким. Они спрашивали Атиллу, почему ты убоялся одного только римлянина, пришедшего без оружия? Почему ты повиновался ему? Почему ты, слово побежденный, словно побежденный, предался бегству, оставляя в Италии такое множество богатств? Не видели вы того, что я видел? Отвечала Атилла. А я видел двух ангелоподобных мужей, стоявших по обеим сторонам папы. Это были святые первоверховные апостолы Петр и Павел. В руках они держали обнаженные мечи и грозили мне смертью, если я не послушаюсь Божией архиерея. Вопрос 2124. Сегодня в школах дети учатся всякой пакости, а их лучше тогда не пускать, а учить дома. А как дело обстояло в старину, согласно житии? Ответ. Мир поглощал и тогда молодое поколение. Это видно и на становях первосвященника Ильи. 1-й ассар, 12-23. И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Безбожьи не могут воспитать добрых своих детей. Добрые, премудрость Соломона, жены их несмысленны, и дети их злы. Проклят род их. Сарахов, 23-18. Чтобы тебе не забыться перед ними и по привычке не сделать глупости и не пожелать, что лучше бы ты не родился и не проклясть дня рождения твоего. Притча, 22-6. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. Псалом, 118-99. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Второзаконие, 11-19. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. Венедикт, 14 марта. Но, видя в этих языческих школах множество развращенных, как они живут по своим страстным похотям, он удалился оттуда, боясь, как бы из-за малого книжного обучения, не погубить великого разума своей души и, развратившись с людьми порочными, не впасть в пропасть греховную. И так он вышел из школ не наученным мудрецом, а разумным невеждой, и презрел внешнее любомудрие, дабы сохранить внутреннее целомудрие. Вопрос 2125. Мир страдает от вопиющих несправедливостей. Из поколения в поколение ищут новые законы, конституции, законодательные собрания, которые дали бы более справедливые законы. Можно ли привести примеры из житей для наших правителей, депутатов для их назидания? Ответ. Брать нужно прямые указания из Библии. Исайя 8.20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света. Исайя 10.1. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. Мои жития могут задеть, но только тех, кто еще способен под слоем жира услышать. Ермий, 31 мая. Потом князь спросил воина, почему ты не берешь своего оброка, как берут его все прочие воины? Так как вы несправедливо обираете убогих, отвечал мученик, то я по этой причине не беру оброков ваших и не питаюсь ими, ибо я имею духовную пищу, подаваемую мне духом святым, от которой и никогда не взалкаю. Вопрос 2126. Всегда ли правильно вели себя христиане, или все же были случаи, когда они вызвали на себя огонь противников своим невоздержанием или даже дерзостью? Ответ. Таких примеров масса. Вполне можно было жить спокойно, прославлять Господа, благовествовать, но буквально задирали власть придержающей, совершенно пренебрегая мирной, без войны жизнью. 2 Тимофея 2.25. С кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? 1 Тимофея 2.1.2. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Мятежи воздвигали по пустякам, ни в чем не уступая несогласным с ними, при том не в вопросах веры. Поплия, 9 октября. Святая Поплия была в царствовании Юлиана, деканисты Антиохийской церкви, славилась своей добродетельной жизнью. В молодости своей она недолгое время пребывала в браке, имела сына Иоанна, который впоследствии был благочестивым пресвитером. По смерти мужа она собрала у себя лих девственниц, с которыми славословила Господа. Однажды она с этими девственницами пела утреннюю. Между прочим, они громогласно воспевали псалом. Идолы язычников серебро их, золото дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякие, кто надеется на них. Псалом 134, 15-18. Случайно в то время мимо проходил прибыльший в Антиохии император и, услышав это пение, приказал замолчать. Но попля начала петь еще громче. Тогда разгревый император велел привести к себе начальность ухора и приказал каждому из сопровождавших его воинов бить ее по лицу. Святая в это время бестерепетно обречала Юлиана к безбожии и говорила, что считает истину Божию выше всего. Наконец она была отпущена в свой дом, где по-прежнему продолжала воспевать Бога вместе со своими девственницами. Вскоре после сего она с миром предала дух свой Господу. Феодосий Великий. 11 января. Великий отец, понимая лукавство царя, был как бы орел, летающий в недосягаемый, который скорее сам мог уловить своего ловца. Он не отказался от присланного золота, чтобы не показаться безрассудно презирающим веру царя, и не подать повода к его гневу, чтобы, кроме того, милостыню, совершаемую на этом золото, исходотайствовать ему у Бога милость для наставления его на путь истинный. Но милостыня не имела никакого успеха, потому что золото было прислано не по правде, а с лукавством. Царь получил надежду иметь в лице Феодосия своего единомышленника, так как он принял золото, но напрасно была его надежда. Евдоксия. 6 сентября. По обнародованию этого повеления многие из верующих бежали в пустыни и горы, предпочитая лучше жить там со зверями, нежели в горах с беззаконными людьми. Точно так же множество истановных, и знатных людей оставили свои должности и жилища и скрывались в неизвестных местах. Одним из таких был и воинский начальник Евдоксия, верный раб Иисуса Христа. Он, оставив свою должность, скрылся с женой и детьми от нечестивых, чтобы избежать царского гнева. Потом, призвав свою супругу по имени Василиса, детей, домашних и друзей, Евдоксия сказала им, «Было время, когда я скрывался. Теперь же время открыться и добровольно отдаться в руки мучителя за Иисуса Христа, который сам отдал себя на страдания за нас. И вот я иду, и как восхотел Господь мой, так и устроит со мной и поможет мне. Вас же я оставляю под Его защитой». Затем, сделав разное распоряжение по дому, святой дал наставление детям своим и рабам, как им жить без него добродетельно, страхи и любви Божией. А супруге своей завещал не плакать и не сетовать, когда она услышит о его смерти, но проводит тот день в большой радости и веселье, благодаря Богу, что он сподобил своего раба мученического венца. Простившись с домашними и надев приличную своему сану одежду, оружие и воинский пояс, как подобало одеваться начальнику войска, святой оставил свой дом, жену и детей, рабов, друзей и все свое имение, покидая все ради любви Господу своему. Трогательна была эта разлука, когда жена мужа, дети отца, друзья любимого друга лишались. Горько все плакали, расставаясь с ним, ибо знали, что ему уже к ним не вернуться. Вопрос 2127. Почему христиане служили в армии, и при том у языческих императоров? Ответ. Единственный только потому, что люди не знали учения Христа, но достаточно было для них отвергнуть идол и не приносить им жертву. Матфея 5,44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И еще бы хорошо уйти в равноангельное звание в монашество, и повыше, в горы, и подальше от людей. Левитон 26,17. А обращу лицо мое на вас, и пойдете перед врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Притча 28,1. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. А выйти из воинского звания было так просто, и даже это ничем и не грозило, оказывается. Но монахи культивировали совсем другое учение, противное Христову. Можно воевать, можно убивать, можно клясться. Тарах, 12 октября. Про консул спросил его, «Из какого ты рода, Тарах?» «Я происхожу», отвечал Тарах, «из римского воинского рода в сирийском городе Клавдиополе, и, сделавшись христианином, оставил военное звание». Про консул сказал, «Ты был не достоин служить воином, однако скажи, как ты вышел из военного звания?» «Я просил начальника Публиона», сказал Тарах, и он отпустил меня. Феотека, 10 октября. Нечестивый царь Максимиан, пришедший однажды в Антиохию, устроил празднество в честь скверных своих богов и сдал повеление, чтобы сначала воины приносили жертвы идолам, а потом и весь народ. В числе воинов находилось много христиан, которые, не пожелав повиноваться приказанию царя, сбрасывали с себя воинские пояса и шли на мучения за Христа. Кирилл, 11 мая. После всего, всего сарацин и спросили, «Если Христос есть ваш бог, то почему же вы не делаете того, что он велит вам? Ведь написано в Евангелии, молитесь за врагов, делайте добро ненавидящим и притесняющим вас, и бьющим вас, подставляйте щеку. Вы же поступаете не так, против противников ваших вы оттащиваете оружие». Иоанн, воин, 30 июля. Сей святой Иоанн служил в войске и царствовании императора Иоанна Отступника и вместе с другими воинами послан был убивать христиан. Тем, кто видел его при исполнении этого дела, он казался гонителем христиан, но тайно он оказывал им немалую помощь. Так одних, прежде чем они были схвачены, он извещал, чтобы они могли убежать, а других, уже после того, как они были схвачены, освобождал. Он оказывал милосердие не только гонимым христианам, но и тем, которые просили у него помощи, давая им все то, в чем они нуждались. Упражняясь в молитвах и посте, святой Иоанн посвящением больных и утешением скорбящих украшал жизнь свою и совершенствовал себя в добродетели. Проведший жизнь свою так Богу угодно, он отошел к Господу и был погребен на том месте, где погребали странников. Аминь. Марин 7 августа. Затем, придя с ним во святой алтарь, епископ указывал рукой на святой Евангелий, на воинский меч, которым Марин был припоясан, сказал, из двух этих вещей избери, достойный муж, какую-либо одну, или носить этот меч, чтобы временно служить земному царю, а по смерти получить вечную погибель, или сделать воином небесного царя, положить душу за его пресвятое имя, написанное в всей книге, и царствовать с ним бесконечные веки. Святой Марин, простерший правую руку ко святому Евангелию, с горячей любовью облобызал его, показывая, что он готов за Христа идти на смерть. Тогда епископ сказал ему, «Всей душой твоей прилипись к Богу, и укрепляемой его силою прими то, что сам избрал». Никита, 15 сентября, переходя через реку Истер, Дунай, он приказал сделать изображение святого креста и носить все изображения перед своими полками. Так он напал на Афанариха. Произошло ужасное сражение, но христиане с помощью креста одолели Афанариха и победили все его войско. Одних убили, других взяли в плен, так что сам он с небольшой дружиной едва успел убежать. С того времени христианская православная вера все более и более стала распространяться среди готов, ибо многие, увидев непреодолимую силу креста, проявившуюся в битве, уверовали в распятого на кресте Господа. Рамил, 6 сентября. Случилось, что Троян, находясь со множеством своего войска в восточных странах для покорения себе и веров, савраматов, арабов и других народов, вздумал пересчитать своих воинов и нашел среди воинских полков 11 тысяч человек, исповедовавших Христа и отвергавших поклонение идолам. 11 тысяч в одном месте. Всех их Троян с позором отослал в Армению, надеясь, что это заставит их отречься от Христа и принести жертву идолам, и они снова вернутся в свое воинское звание и получат прежнюю воинскую честь. Тогда Арамил как военачальник пришел к царю и укорял его в безбожии и безрассудстве в том, что он, вышедший на войну, сам уменьшает свое войско. Себя же Арамил исповедовал христианином, готовым умереть за имя Господа Иисуса Христа своего. Троян сильно разгревался на святого, повелел его жестоко бить и осудил на смерть Сергия Радонежский 25 сентября. Затем он, осенив князя счастным крестом, преподобный пророческий изрек «Иди, господин небоязненно, Господь поможет тебе против безбожных, победишь врагов своих». Последние слова он сказал одному только князю, а обрадовался тогда защитник русской земли и пророчество святого заставило его прослезиться от умиления. В то самое время в обители Сергиевой подвязались два инока. Инока! Александр Пересвет и Андрей Ослябе. В миру они были воинами, опытными в ратных делах, то есть теперь они стали иноками. Всех иноков воинов и просил великий князь у преподобного Сергия. Старец точно же исполнил просьбу Дмитрия Ивановича Ивановича и приказал возложить на них на этих иноков схему с изображением креста Христова. Вот чадо оружие непобедимое. Да будет оно вам вместо шлемов и щитов бранных. Тогда великий князь в умилении воскликнул. Если Господь мне поможет и я держу победу над безбожными, то поставлю монастырь во имя причистой Богоматери. то только за одно это Сергия Радонежская нужно было предавать анафеме. Заново вернуться в воинский щен не позволено это. Анафема что он мимо правил шел простившись мысленно со своим отцом духовным со своим собратом ослябою с великим князем сей доблестный воин Христов с копьем в руках быстро устремился на своего противника со страшной силой они шиблись и оба пали мертвыми тогда началась ужасная битва такое сечи еще не бывало на Руси бились на ножах душили друг друга руками тесня один другого умирали под копытами лошадей от пыли и множества стрел не видно было солнца кровь плелась потоками на пространстве целых десяти верст много доблестных воинов русских пало в тот день но вдвое больше было побито татар битва окончилась совершенным поражением неприятелей безбожие высокомерные враги бежали оставив за собой поле битвы усеянное трупами павших сам Мамай едва успел убежать с малой дружиной пало много сколько много это первого победа 360 тысяч воинов осталось только 40 тысяч одна десятина девять были убиты а через шесть лет пришел тахтамыш и заново все вернул пространство и обитель Сергия Радовец сжег он бежал то есть эта война совершенно не нужна была как Бородинское сражение главное как Кутузов говорил отсидеться выждать момент и Господь уничтожил заморозил и все во все время пока происходила ужасная битва преподобный Сергий собрав братья стоял с нею на молитве и усердно просил Господа чтобы он даровал победу православному воинству вскоре после всего наваждением дьявола татары под предводительством нового хана Тахтамыша коварным образом напали на русскую землю Тахтамыш внезапно захватил Москву разорил несколько других городов преподобный Сергий удалился в Тверь страшные враги уже были недалеко от обители но могущественно десница Божия сохранила монастырь от дерзновенной руки грозных завоевателей Тахтамыш быстро ушел когда узнал что приближается великий князь со своим воинством Аминь тахтамыш